Хозяйство Александра Желтухина. Мы наблюдаем за погрузкой 18 тонн картофеля. Всего же в день обрабатывается до 30 тонн. Жаркое лето, палящее солнце и нет дождей. Не просто вырастить в таких погодных условиях хороший урожай. Но если организована грамотная система полива, беспокоиться о засухе не стоит. Это было очень жаркое лето. Для меня, как именно для меня, это было очень превосходно. Потому что у меня везде организованный полив на овощах, а именно капуста, морковка, свекла. У меня находится стационарный полив, который не передвигается, просто открывается задвижка, как вы сейчас видите, и поливается все. На картофеле я использую дождевальные установки итальянского производства. Это ирригатор. Овощеводам нужно быть готовыми ко всему, ведь работают в условиях климата рискованного земледелия. У нас без полива по овощам это очень тяжело что-то вырастить. Картофель, да, мы где-то что-то можем. А капуста, морковка, свекла, это без полива, она вообще не пройдет никак. Александр Петрович не зря упоминает картофель, капусту, морковь и свеклу в одной связке. Его хозяйство ориентировано на производство борщевого набора. Урожай с этих полей идет для снабжения продуктами порядка 100 учреждений и организаций республики. В общем, ожидаем где-то 700 тонн. Из них 500 тонн будут идти у нас на закладку, это на зимнюю закладку для поставки в бюджетные организации. А то есть это садики, больницы и остальные бюджетные все организации. А 200 тонн будут завезены осенью. Это вот как у нас есть такие городские садики, называется у нас зимняя закладка. Большое внимание глава фермерского хозяйства уделяет качеству продукта. В этом ему помогает картофелесортировочная установка. Работает сортировочная система. Сортировка делится на три вида. Ядовую картошку, семенную и мелкую, которая пойдет на корм домашним животным. В планах фермера увеличение площадей под посадку картофеля и овощей. Ведь в планах открытие современного овощехранилища с проектной мощностью места хранения в 1000 тонн. Будет и смонтирован цех, и для консервирования продукции. Более подробно о хозяйстве и достижениях фермера смотрите в специальном репортаже на нашем канале в понедельник, 19 сентября. Сайгенбербе, Буян Монгуш, Миран Эргит, Тува, 24, Кызылский район.